Микс Ньюс Утро на Болткоме Мы продолжаем Утро на Болткоме. Абик Элкин, Анастасия Смоловская по-прежнему в этой студии и звукорежиссер Евгений Копейн. К нам присоединился гость. Это председатель правления компании ТАВЭКС Андрис Архитенко. Доброе утро. Доброе утро. Я вижу, что вы не с пустыми руками пришли. Это правильная политика. Да, это правильная политика. И демонстративно хотел показать, что это то, о чем мы будем сегодня говорить. Да, я так понимаю, мы будем говорить об инвестиционном золоте. И я так понимаю, что вы сейчас разубедите, может быть, тех скептиков, которые вообще считают, что это сделало инвестиции. Золото для каких-то богатых, для избранных, для какого-то очень узкого пласта людей. Как на самом деле? На самом деле это абсолютный стереотип. Это абсолютно не для избранных вещей. Но, как правило, люди, которые все-таки приходят к такому выбору физически, горгонценный металл, то есть это люди немножко особого склада ума. Это обычно думающий человек, обычно анализирующий, да? Анализирующий человек, который все-таки старается объективно смотреть на какие-то вещи и может проверять информацию и вот смотреть, держать руку на пульсе, что вообще в мире происходит. А что в мире происходит? Потому что, ну, мне кажется, что вот когда говорят о вложении в золото, кто-то может сказать, ну, это как-то архаично, потому что раньше там даже вот деньги измерялись вообще, ценности той или иной валюты по отношению вот к золоту. Сколько она вот весит золота, если так можно сказать. Что сейчас на самом деле происходит? Насколько это активный процесс вот инвестиций в золото? Нет, ну, конечно, можно называть это архаичной вещью, так как, ну, скажем так, золото с человеком уже более пяти тысяч лет, да, как минимум. Поэтому особенно в период каких-то технологий, когда мы так интенсивно развиваемся, конечно, кажется, зачем нам смотреть на вещи, которые, извините, так давно нам служили. Может быть, они нам не нужны. На самом деле это не совсем правда. Золото, даже после отмены привязки к золоту, денег, то есть золото всегда оставалось частью монетарной системы и до сих пор это является таким же, такую же функцию золото и берет для себя. Сейчас что вообще происходит? То есть, в принципе, золото – это такое сырье, которое имеет двойную природу, то есть оно имеет природу инвестиционную, имеет природу сырьевого товара, то есть очень активно используется в производстве. Золото до сих пор остается очень важным из сегментов государственных резервов центральных банков. Особенно это актуально сейчас. Насколько мы знаем, в этом году и в прошлом году рекордное количество золота было приобретено центральными банками, и этому есть многие причины. Как правило, золото является таким инструментом, который нас защищает немножко от турбулентности, от какой-то нестабильности в мире, и наиболее большую популярность она приобретает в момент экономических спадов. Менее популярна тогда, когда экономика более-менее здоровая, то есть происходит нормальный экономический рост. Именно сейчас мы это и наблюдаем. То есть, в принципе, на рынке золота, то есть самый главный момент и движущая сила для золота является тем, что центральные банки не повышают базовую ставку, особенно это касается Соединенных Штатов Америки, которые последние пять лет как раз-таки повышали ставку, и сейчас, как мы знаем, этим летом произошел как раз-таки момент в обратную сторону, и, естественно, это повлияло на цену золота, и доверие к деньгам немножко уменьшилось, и инвесторы начали смотреть на драгоценный металл как замечательное средство, чтобы все свои риски в такой период минимизировать. Минимизировать. Вот если мы говорим, может быть, не о глобальной, а не о центральных банках, а вот о простых жителях, вот, наверное, к вам и знакомые тоже знают, что вы эксперт, обращаются и говорят, ну вот у меня есть какие-то небольшие личные деньги. Есть три варианта, не знаю, положить в банк, ну, проценты мы сами знаем какие, мягко говоря, да, значит, второй вариант – в стеклянную банку, да, и третий вариант – куда-либо инвестировать. Суммы не такие большие, чтобы, не знаю, инвестировать, не знаю, покупку недвижимости, к примеру, да, вот может быть действительно вот вечную цену из золота. Что вы ему посоветуете, с чего начать, не знаю, монеты, слитки, небольшие суммы, вообще вот расскажите этот механизм. Ну, все, что вы обозначили, нет такого, что один хороший вариант, другой плохой вариант. То есть все варианты хороши и всегда лучше, если используется в севере. Конечно, да. То есть какая бы не была бы инвестиция, то есть все всегда хорошо, если она все-таки как-то… Дивюссифицируется, да. Да, разделена на разные корзины, будем более простым языком говорить. Что обычно люди выбирают, да, это золотые монеты или слитки. И преимущество золота в том, как раз-таки, что для простого человека обычно достаточно много бюрократических и административных препятствий, то есть чтобы получить доступ к какому-то финансовому рынку. То есть покупка акций требует открытия отдельного счета и так далее. Я бы даже сказал, и знания какие-то определенные. И знания определенные, то есть нужно быть действительно экспертом для того, чтобы такие риски брать на себя. Золото немножко проще, да, это физическая реакция на металл, который, грубо говоря, конвертируется деньги в золото, то есть ты сам им управляешь, ты сам выбираешь момент покупки, момент продажи. Золото, как правило, то есть нету никаких дополнительных издержек, администрирования и так далее. То есть это для простого человека намного проще. Еще проще потому, что даже при какой-то самой, скажем так, небольшой сумме, то есть всегда есть возможность воспользоваться такой инвестицией, что нельзя сказать, например, покупать акции на 200 евро, то есть это абсолютно не имеет никакого рационального смысла. А золото можно? Золото абсолютно, да, это очень просто, в этом как бы преимущество. Чем золото инвестиционное, монеты, слитки отличаются от, например, не знаю, накопилось, оставили бабушки, дедушки, мамы, скопилось какое-то там золото, это же тоже золото, да. Монеты, это в ценности, да. Золото всегда стоит золотом, да, то есть независимо из того, в каком она виде, да. В каком она виде она стоит золотом, но здесь есть важные элементы ликвидности, да, то есть, естественно, какие-то оставшиеся изделия, это тоже хорошо, и совсем не обязательно с ними что-то делать, очень хорошо, пусть она и будет в этом золоте, но тем не менее, как правило, то есть изделия, они покупаются по цене значительно ниже рыночной, и в этом и есть вот главный недосадок этого. Ну, примерно, то есть если вы трёхграммовую монету, например, продаёте, то есть это примерно там 130 евро, то есть 3 грамма цепочка 585, вы там, естественно, во-первых, там примесь, то есть проба до евро заменьше, то есть вы получите там каких-то 50-70 евро, то есть это большая разница. И, да, иногда люди тоже думают, что ювелирные изделия тоже замечательные инвестиции, но не совсем так ювелирные изделия, но прежде всего они обычно с наценкой там до 1000% продаются, поэтому это абсолютно не имеет никакого инвестиционного смысла. Ну, для красоты. Да. Что происходит, чуть-чуть, может быть, обозначить нашим радиослушателям, что сейчас происходит с ценой на золото в мире, чтобы люди понимали, насколько это рисковый процесс, насколько велики колебания, может быть, об этом. Если мы говорим о последнем периоде, скажем, за этот год, то есть цена очень динамично росла, то есть это практически 20% роста. Буквально вчера была рекордно высокая цена, то есть если в евро мы смотрим, то есть исторически высокая цена, то есть выше, чем этого уровня еще никогда не было. Сейчас рынок находится на уровне самом высоком, то есть с 2013 года. И главные причины, конечно же, почему такой динамичный рост происходит, это такая некая паника на финансовых рынках, учитывая, ну, прежде всего, решения федеральных резервов, ну, а также разные импульсивные решения в рамках торговой войны между США и Китаем, там обостряющийся конфликт между США и Ираном. То есть, как правило, при каких-то геополитических и экономических рисках денежная масса перемещается, то есть в золото. А если про Латвию говорить, насколько у нас, ну, люди знают, обучены или они там по старинке, в тех же цепочках, если говорить про золото, или все-таки уже приходят к тому, что покупают в таком приличном виде? Ну, смотря что мы понимаем приличным, то есть люди разные, и абсолютно каждый по своим возможностям выбирают золото, то есть те, кто смотрит на этот финансовый инструмент. И, ну, тут очень по-разному, как бы, тут нету какой-то определенной стандартной модели поведения, то есть люди выбирают золото для разных целей, то есть и как отдельный, скажем так, пенсионный уровень, который вне государственной пенсионной системы, или как возможность оставить наследство, то есть для своих потомков. Поэтому, ну, каждый год мы видим то, что спрос на институционный золото достаточно стабилен у нас в стране, естественно, он обостряется в какие-то периоды спадов или, наоборот, резкого роста. То есть следят люди за тем, падают, нажать цена, поднимаются. Вот так, может быть, несколько слов о том, какой вы можете оказать, не знаю, помощь, консультации. Вот там человек обращается в ТАЛОКС и говорит, что, ну да, действительно, все-таки давайте попробую. Я давно вот там читал много, да, но вот какие-то нюансы мне непонятны, как это все работает, как я должен следить, как ваши эксперты могут мне помочь. Вот, может быть, несколько слов об этом. Ну, как правило, основная наша задача всегда заключается в том, рассказать о преимуществах золота, о рисках, да, потому что риски, они тоже всегда есть при любой инвестиции. И, а как это происходит, проще всего рассказать или попробовать. Мы специально для этого создали, скажем так, на нашей странице программу, где можно добавить свои монеты, то есть как демо, как в настоящем режиме, если идти в онлайн, то есть как твоя инвестиция меняется. И, может быть, моделировать сценарий, можно тоже переключить, то есть как было бы, если бы цена выросла, если она упала бы. То есть с этим можно очень легко ознакомиться. А как ухаживать за этим золотом? Вот оно в коробке, как-то лежит все равно же, через какое-то время, или если его не трогать, оно там тоже вопрос хранения, где его хранить. Где хранить и как ухаживать? Надо ли ухаживать специально? По поводу ухода здесь достаточно все просто. У золота, как драгоценный метод, есть преимущество не оксидироваться. То есть оно, в принципе, не видоизменяется, не взаимодействует с окружающей средой практически. Как правило, монеты лучше держат в капсулах, или в оригинальной упаковке так, как оно есть. То есть, как и, скажем так, любым товаром, то есть относиться бережно с ним, чтобы его товарный вид не испортить. Тем не менее, хранение может быть абсолютно разным, и поэтому я и взял с собой, чтобы просто показать, насколько золото интересно тем, что при столь маленьких размерах оно имеет большую ценность. Например, вот эта французская монета стоимостью примерно 270 евро, то есть она 5 центов. Тем не менее, двухевровая монета или одна унция золота, то есть это 1500 евро. Поэтому вопрос хранения для каждого индивидуален, и совсем нетрудно придумать, как это хранить. Наверное, это тоже вопрос, который вам задают ваши клиенты или потенциальные клиенты. Насколько вот это вложение конфиденциально? – Безусловно, существует нормативный акт, который регулирует индивидуацию, и для драгоценных металлов нет никакого исключения. То есть покупая золото, есть определенные случаи, когда вот эта индивидуация нужна. То есть она зависит и от суммы, и от всех факторов. То есть это общий закон для финансовых учреждений, который… – Насколько нужно быть, если так можно сказать, подкованным, чтобы все-таки следить за золотом? Но не все у нас эксперты по акциям, по инвестициям. Люди приходят, совсем из другого рода, условно говоря, бизнеса, и говорят, ну вот есть накопление, давайте все-таки попытаемся, не знаю, в золотые монеты, в слитки. Но он не специалист. Что ему делать? Или это достаточно просто? – Это достаточно просто, потому что цена или стоимость золота доступна публично. То есть эта информация везде есть в интернете. – Там можно покупать, продавать, да. – Есть и отдельные решения, где можно электронно покупать золото. Это тоже возможно. – Насколько велики, насколько чисты вот эти вот колебания в цене? Не знаю, сегодня там 250, завтра 350. Или так вот, таких колебаний за последнее время, таких резких вы не наблюдаете? – То есть все зависит от общего фона. То есть динамика рынка, она отличается. И, скажем так, предыдущие пять лет, то есть до 2019 года, то есть она была в таком боковом тренде. То есть были, естественно, амплитуды колебаний все равно были достаточно большие. То есть в течение года плюс-минус 10% цена могла двигаться. – Ну, не так страшно. – Да, но там были как бы свои обстоятельства. То есть Центральный банк в течение пяти лет постепенно, каждый год повышал процентную ставку, что держало, скажем так, золото в неких рамках для роста. А сейчас поменялось немножко вектор движения. То есть и, естественно, такие разные события, которые происходили в последнее время, повлияли на очень резкий рост. – Насколько сложно, может быть, у вас уже опыт накопился, и вы уже предчувствуете вот эти моменты, когда цена золота может повышаться или понижаться? Насколько долгосрочные прогнозы вы можете делать? – Я не беру делать никаких абсолютно прогнозов. Безусловно, есть много техник, как предугадать. Но, как правило, мы за долгие годы опыта поняли, что это все не работает абсолютно. То есть мы не можем знать, что будет в будущем и как оно будет двигаться. – Какой-то внешний фактор? – Это невозможно. Так же, как с любым другим финансовым инструментом, никто не может сказать 100% быть так или иначе. Поэтому давать какие-то прогнозы – это просто глупо. – Вот мы знаем, что если мы говорим о нефти, ну, все скажут, есть биржа, которая определяет вот эту цену нефти, есть и газовые биржи. Что касается золота, кто этот центр? – Золото не исключение. Так же, как и нефть и другие товары сырьевого рынка, они котируются на бирже, торгуются на бирже. – Золото тоже. – И точно так же золото. То есть главным центром для золота является Лондон. И есть еще другие региональные центры в США и в Азии, где тоже торговля 24 часа в сутки фактически происходит. – Когда люди приходят к вам и спрашивают, возможно, в голове многих людей слиток золота – это вот исключительно большой кусок, как мы там видим в фильмах, не знаю, в мультфильмах с детства еще представляем себе, да, и вот что там отпиливают кусочек, не знаю, стружку, как это, если человек хочет купить на вот те деньги, которые у него есть, неровно, например, унцию, да, там чуть меньше, чуть больше, как это физически происходит. – Да, фильмы нам оставили такой отпечаток интересный, мы всегда смотрим и удивляемся, какие красивые эти слитки, как легко их там носят в сумках, хотя они неподъемные на самом деле. На самом деле все не так. Так, эти слитки, которые мы привыкли видеть, они есть только в национальных банках, то есть у обычного инвестора, то есть, как правило, это абсолютно непопулярный вес, то есть такой вес никто не использует, а даже при большой инвестиции обычно люди используют маленький вес, чтобы есть возможность этим золотом как-то оперировать, то есть отдельными частями. Никто пилить золото не будет, если слиток пилить, то он, естественно, превращается в лом, то есть его товарный вид тоже портится. Поэтому основные мировые производители подумали об этом и, естественно, производят монеты и слитки разного веса, для того, чтобы любой человек мог себе соответствующий вес подобрать. Самый популярный вес для монет – это одна унция, и для слитка – это 50-100 грамм, но, естественно, есть и 20-10-5 грамм. То есть монеты есть по унции, четверть унций, да, конечно. То есть от одного грамма есть вот уже… В принципе, да, в принципе, от одного грамма. Конечно, такие совсем маленькие, то есть один грамм или там одна десятая унция, то есть монеты – это обычно такой подарочный вариант, то есть на такую маленькую монету производственные сдержки значительно больше, то есть, естественно, отражается в цене за грамм. То есть, как правило, самый оптимальный вес – это вот чем ближе к унции, тем лучше. Копите на унцию. Да, что из-за этого? Растет в последнее время вообще интерес вот к инвестициям в золото? С учетом всех колебаний и всех процессов, которые мы вот наблюдаем регулярно сейчас? Естественно, то есть резкий рост, он обычно рождает интересы, причем в два направления, да, не обязательно для покупки, но для продажи, то есть те, кто покупали раньше на более низком уровне, может быть, желают зафиксировать свою прибыль, то есть как раз-таки ловят этот момент, чтобы продать золото. И также люди, которые смотрят наперед, что может в мире произойти, выбирают этот момент для того, чтобы свои деньги конвертировать в золото. Ну что ж, да. А вот по поводу вот этих вот монет инвестиционного золота, вам, возможно, попадалось, когда через поколение, ну вот самое старое инвестиционное золото, которое вы в руках держали, сколько ему лет, или это все уже новая чеканка и новое золото? Да, в основном это современные монеты, но есть исключения, например, есть такая монета южноафриканский Кургерант, которая производится, если не ошибаюсь, с 1980 года, то есть одинакового дизайна, поэтому ты, в принципе, ну только по году чеканки можешь определить, то есть какого-то монета. То есть они так консервативны, да? Да, потому что это стандарт. Стандарт. То есть, в принципе, инвестиционных монет не так много в мире. Много кто производит монеты, но не все монеты инвестиционные, потому что не все имеют опознаваемость, ликвидность столь высокую, как вот отдельных стран, то есть, в принципе, инвестиционные монеты можно на руках пересчитать, их не так много. А у нас чье производство чаще всего встречается? В нашем приложении, то есть мы всегда стараемся в самой популярной в мире монет предложить, и в принципе любой возможный вариант есть всегда в наличии, то есть это не проблема. Ну что ж, раз есть в наличии, есть у людей выбор, спасибо большое представитель компании Tavox у нас был. Андрей Сарфикенко в студии, может быть у вас последнее пожелание для слушателей, насколько сейчас хорошее время, и есть ли вот это хорошее время исключительно, что сейчас надо покупать или сейчас надо продавать? Здесь всегда трудно сказать, то есть опять же это вопрос прогнозов, то есть прогнозы трудно сделать, и это всегда человек должен сам выбрать, в какой момент он хочет войти в рынок, и поэтому здесь я не могу дать совет. Но для меня всегда является такой важной правдой, которую я придерживаюсь, я считаю, что в каждой семье должна быть хотя бы вот этот такой желтый спасательный круг, который вот какие-то трудные периоды может очень бы спасти. В прямом переносном смысле. В прямом переносном смысле. Это, наверное, там не ломбарды какие-то, это должны быть финансовые учреждения. На самом деле это может быть любое учреждение, конечно, нужно смотреть на его репутацию, на лицензирование, на общее стояние этого предприятия. Главное для человека – это цена, да, и цены проверить очень легко, это доступная публичная информация, и посчитать, насколько правильную цену он предлагает, это очень просто. Спасибо, председатель правления компании «Тавокс» Андрей Сархипенко была на студии, спасибо, что пришли. Это утро с вами провела Анастасия Смоловская, Айбек Элкин, спасибо вам за участие, всего хорошего. Спасибо, за встречу. С утра на балконе